На часах половины девятого, за окном, поздний зимний вечер. А в клубе самодеятельной песни «Поиск» разливают по чашкам ароматный чай и угощают домашним пирогом. Такие камерные встречи, хоть и редки в последние месяцы, но так необходимы участникам клуба. Право выбрать автора первой песни предоставили съемочной группе. Конечно, Висбор. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке, Эту песню Юрий Висбор написал 55 лет назад. Говорят, что лучше нее может быть только небо. Как и многие другие, она о мужской дружбе, о верности долгу. Неофициальный праздник, день бардовской песни, музыканты отмечают в узком кругу друзей и единомышленников. Не случилось в этом году ни гастролей, ни концертов. Но душа требует общения и творчества. Бардовская песня – это же просто такой цементирующий состав. А на самом деле это же гораздо шире. Это жизненная позиция, это какие-то принципы жизненные, какая-то философия жизненная. Это все то, что нам дает бардовская песня и отношение к ней увлечения. Чаепитие получилось очень атмосферным. После расспросов друг у друга, как дела, все ли здоровы, они уже не выпускали гитары из рук. Коронавирус, самоизоляция, ограничения наложили свой отпечаток на творческую жизнь музыкантов. Традиционный ноябрьский концерт в Доме ученых в этом году не состоялся. Не разрешили. Пандемия. И когда вот в феврале все это обрубило, да, мы при этом не потеряли деньги. Нет, совершенно это мелочь. А мы потеряли возможность съездить в какой-то город, познакомиться с какими-то людьми, выступить, показать наше творчество. И, конечно, потеряли сейчас форму напрочь абсолютно, потому что, когда нет цели, когда нет стремления куда-то, ну, начинаешь поменьше встречаться. Опять же, пандемия встречаться вообще практически нельзя было. Но участники клуба не оставляют надежды встретиться со зрителями в начале следующего года. Сейчас ведут переговоры с новой площадкой. Если обстоятельства позволят, то концерт будет. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.